В администрации областного центра ведется работа над изменением главного градостроительного документа – генерального плана. Нововведения коснутся центральной части Иванова. Особенно преобразится территория, ограниченная улицами Жарова, Кузнецова, Почтовая и Троицким сквером. В мэрии уже провели публичное слушание, на которых представили техническую документацию. В настоящий момент эксперты проверяют бумаги. Обновленный генеральный план предусматривает масштабное многоэтажное строительство. На улице Жарова в перспективе вырастут три 18-этажных дома и еще три жилых дома различной этажности. Идет в первую очередь строительство многоэтажных зданий вдоль улицы Жарова по всей ее длине, от площади Пушкина до Парижской коммуны. Это первая очередь. В дальнейшем планируется расширить транспортные подъезды к этим улицам, в том числе выстроить на этом участке школу и пару детских садов. Проще говоря, будет застроен Павловский овраг, который находится в самом центре города. Сейчас эта территория оставляет желать лучшего. Несколько покосившихся частных домов, зарослей кустарников, свалкостроительных и бытовых отходов. Конечно, желать застройка снимет проблему благоустройства. Другой вопрос – не испортят ли многоэтажки внешний вид города. Многоэтажная застройка в городе – это хорошо или не очень в центре? Я считаю, что не очень. Почему? Особенно вот такие вот дома. А зачем они? Неинтересно совершенно. Если красивые архитектуры там какие-то, допустим, вот это еще ничего, нормально. А вот это вообще ни к чему. Привычнее, скажем, видеть старые низкие дома. Как бы в целом из этого и облик города Иваново складывается. С достаточно приземистыми постройками, такими широкими улицами. Ну, в общем-то, не нам это решать. Если в целом говорить о высотной застройке в центре, то недоумение у жителей вызывает огромное офисное здание на перекрестке проспекта Ленина и Почтовой. Тонны бетона и стекла стоят без дела уже не первый год. По некоторой информации, двери бизнес-центра закрыты из-за юридических проблем. Впрочем, серьезных нареканий к внешнему виду в данном случае нет. А вот еще один объект. На улице Крутицкой, в непосредственной близости от здания театра, сейчас возводится 18-этажный жилой комплекс. Понументальное строение, вероятно, оттенит окружающие его памятники архитектуры. Да и подземная парковка вряд ли вместит автомобили всех будущих жильцов. И без того узкие улицы в этом районе будут заставлены личным транспортом. Инфраструктура будет нарушена. А с инфраструктурой что не так, как вы считаете? Ну, как же, здесь будут местные жители, театры, подъездные пути. Но я не знаю, как они все это планируют сделать. Современное здание, оно будет только украшать город. Чем больше таких зданий, тем лучше. Старые халупы нужно все снести и построить на месте их такие дома. Превратить город Иваново в современный город. Далеко не все разделяют идею реновации по-ивановски. Как бы то ни было, 18-этажка на Крутицкой, судя по всему, дело решенное. Вся необходимая документация у застройщика есть. Видимо, доминирующее строительство коренным образом изменит внешний вид площади Пушкина. Здание на Крутицкой рядом с объектом культурного наследия портит его вид и объемное восприятие. А это, в общем-то, недопустимо, как я считаю. И это будет, ну, очень несимпатично. Пожалуй, каждый современный город должен меняться. Правда, прежде чем возводить в историческом центре новое крупное здание, стоит несколько раз подумать. А где-то грань, переступив которую, город рискует потерять свою самобытность. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.